Приветствую вас, и да, конечно, например, несколько сессий НЛП, да, может быть даже одна сессия НЛП, или Эриксоновский гипноз, вот, и всё, и вы забудете про свой страх и, собственно, что будет у вас в порядке, вот, будете летать. Как летали, вот, только проблема, она не уйдёт, знаете, ну, так, по крайней мере, считаю я, да, так, по крайней мере, с такой точки зрения придерживается, ну, группа психологов, вот, которые считают, что НЛП и Эриксоновский гипноз, да, они решают лишь саму проблему, но они решают лишь внешнюю проблему, но не решают проблему по факту, вот. Поэтому, значит, ситуация, ситуация заключается в следующем, что вам для себя надо решить, что хотите вы сами. Ну, значит, по какому пути вы хотели бы пойти здесь? По пути быстрого решения или по пути решения, ну, такого более, может быть, длительного, но и более эффективного. Значит, что думаю я по данному вопросу? Я думаю, что у вас не фобия. Я думаю, что это нельзя назвать именно фобией, то есть, у вас, знаете, как вот, вы описываете не страх полёта, да, как такового, а вы скорее описываете именно вот страх того, что жизнь неконтролируемая, что жизнь не подвластна нам и так далее. Ну, если бы это было реально так, если бы это было реально так, то это касалось бы всего, всего, абсолютно всего, что вы делаете. Но это касается только самолёта, понимаете, и это не случайно. Давайте проанализируем, что значит для вас полёт на том же самолёте. Это счастье, радость, волнение, да? У вас, я вот сейчас посмотрю, ответ, нет, такого ответа нет. У вас есть чёткая позиция, что вы не смогли помочь своему отцу, который умер, да? Это что такое? Это вина. То есть, вы думали, что вы можете помочь. Значит, счастье, радость, смерть отца и запрет на получение удовольствия. Запрет на получение радости. Это вина. Чувство вины перед вашим отцом вызывает страх. То есть, как бы, вы запрещаете себе, как бы, говорить о себе, да, говорить о себе, ты не должна, там, ну, я не знаю, ты не должна радоваться, например, вот. Ну, вот, не должна радоваться и всё. Иначе бы у вас это было в других случаях тоже, когда вы теряете контроль. То есть, если бы это было именно, вот, фактом потери контроля, то, что вы бы перечипали везде, в метро, в автобусе, там, иногда или нет. Вы переживаете только в самолёте. А страх это запрет. Это запрещающие эмоции. Отец умер, всё, я не могу, как бы, радоваться. Не должна радоваться. Ведь он, ведь он умер, я виноват. Ну, вот, вот это вина. Человеку, не избавитесь от вины и избавитесь от вины за смерть отца. И я думаю, что наслаждение от полёта к вам вернётся. Вот. Другое дело, как вы избавитесь от смерти отца. То есть, от вины за смерть отца. То ли вы его не отпустили до конца ещё. То ли это действительно травма с травмой была. То есть, всё это нужно разбирать. Это процесс достаточно длительный. Ну, если так вот, всё по науке делать, да? Вот. Ну, в результате вы сможете, соответственно, вновь наслаждаться полётами и так далее. Вот. Ты сами, сами вот подумайте, подумайте сами. Вы любите летать. Да, вам нравится летать. Вы получаете удовольствие от полёта. Ничего не происходит с папой в самолёте. Ничего не происходит в самолёте с вами. То есть, никаких там крушений, да, там аварий, ничего этого нет. Всё хорошо. Всё хорошо. И вы начинаете бояться смерти. Ой, бояться смерти, да, бояться аварий, бояться летать после того, именно как умирает ваш отец. И именно летать. То есть, столько полётов. Неужели вы думаете, что это случайно, что вы стали бояться того, что доставляло вам наибольшее удовольствие? Нет? Нет. Это не случайно. Это не случайно. Поэтому моя мысль именно такая. Именно такая. Вот. Бороться. Бороться. С виной, да, с аэрофобией. Не надо. Знаете, вот бороться. Что значит бороться? Бороться значит подавляться. Так вы и так подавляете уже. Вот вы по сути и делаете, вот, вы по сути занимаетесь тем, что подавляете. Вы подавляете свои желания, подавляете, как бы, виной. Да, может быть, подавлятельное, может быть, как-то ещё. А вы подавляете виной свою потребность наслаждаться. Своё, как бы, ну, скажем, скажем так. Своё творческое начало. Вы подавляете виной. Вот. Ну так, хватит уже. Хватит. Хватит уже подавляться. Хватит бороться. Не бороться надо. А раскрывать то, что вы чувствуете. И принимать это. Принимать это. И вспоминать о своих чувствах. Настоящих чувствах. Не те, которые, вот, должны быть, да. А вспоминать о себе. О своих настоящих чувствах. Так. Может быть. Может быть. Я, конечно, этого не знаю. Но, может быть. Есть некая выгода для вас в том, что вы боитесь летать на самолёт. То есть, например, вы, ну, я не знаю, опять же, на подавлятельном уровне, да, можете считать, что вы должны, там, оставаться на земле, там, например, там, ближе к отцу, например. Ну, это я так фантазирую. Вот. Сейчас. 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 Вот, ну, здесь какая это вот выгода, выгода. Эммм. Для нас она определенной. Просто, ее нужно эту выгоду вот вспомнить, да, увидеть. как-то зафиксировать, я бы сказал, чтобы вы понимали, что, о, да, действительно, да, вот, я этого хочу, и всё. И тогда, соответственно, ситуация уже будет для вас куда более понятной. Вот, и фобия уже, по сути, перестанет быть фобией, а станет такой вполне понятной эмоцией, да, то, что это вина, ну, например. Ну, мне, я сейчас говорю, всё указывает на вину, всё указывает на вину. Конечно, могут быть другие варианты, но всё указывает на вину, вину, вину. Насчёт вины передаться. Вы говорите, что я осталась с ним дома одна, да. Ну, мне бы не хотелось, конечно, гадать бы, что это для вас, значит, что вы остались с ним одна. Вот. Но, я думаю, что это тоже для вас было совершенно, ну, не то чтобы, не то чтобы это было, знаете как, неожиданно, да. Но в этом, вы вкладывали в это какой-то смысл, вы вкладывали в это какие-то эмоции, вы вкладывали в это что-то своё. То есть, либо, по этому мнению, ага, так быть не должно, что-то не должно было так быть, вот. Не должно было такого случиться, что вы, там, грубо говоря, остались, вот, один на один с отцом. Может быть там было что-то ещё, чего я не знаю. Но факт, это факт. Именно отношения с отцом, причём, причём понятно, что будь у вас отношения совсем хорошие, да, вот, вины бы не было. Потому что, ну а за что винить себя, если, да, если вот вы были близки, там, и так далее. Была бы потеря, была бы, там, может быть, страгедия, была бы боль душевная, вот. И тогда вы, наоборот, летали бы, зная, что, как бы, вы делаете то, что, ну, допустим, то, что хотел быть для вас ваш папа. То есть папа хотел для вас, там, грубо говоря, чтобы вы, там, не знаю, были счастливы, например. Ну, правильно же. А вместо этого вы, что делаете вместо этого? Вместо этого вы тебе это запрещаете. Ну, то есть, страх. Страх, да, это что такое? Ну, запрет. Это запрет на эмоции. И у этого, у этого, собственно, есть причины. Поэтому отношения с отцом, ваши, ваши отношения с отцом нуждаются в корректировании. То есть вам его нужно отпустить, если вы этого еще не сделали. Вот, вам его нужно отпустить. Вам нужно с ним, с ним проститься. Если вы этого не сделали. Еще. Вот. И после этого освободиться от числа вины. Так, полагаю, что вы, эм, такая довольно, ну, сильная, сильная женщина, да? Эм, в корычках. Ну, то есть не в том плане, что вы слабая. А в том плане, что вот вы сильная, да? Но вы сильная духом. Это ж боитесь показать. Эм, слабость там и так далее. Вот. Ну, мне почему-то так вот показалось. Вот. И, соответственно, запрещая себе регресс, да? Запрещая себе регрессивное поведение. Что это поведение именно такое, ну, слабое. Вы зажимаете себя. Продолжаете зажимать себя. И, в итоге, вы не делаете хорошо себе. И не делаете хорошо, ну, вообще, вообще никому, никому. Вот. Поэтому это, вот, то, что, тоже, как, как бы, нужно корректировать. Вот. Чтобы вы, в итоге, жили свободно, свободно. Вот. Ну, эм, что ещё хочется, хочется вам, вас спросить. Для чего хотите понять причину? Зачем? Это что? Рацио, разум, рационализация, да? Скорее всего, это ваши излюбленные механизмы защиты, которые вы используете для того, чтобы справляться с проблемами, которые у вас периодически возникают. Да? Большую часть своих проблем, не все, но большую часть своих проблем, вы решаете именно так. Через расу. Т.е. Подумала, да, подумала, причину поняла, якобы, в кавычках, поняла причину. Вот. И всё. И хорошо. И дальше, могу, могу уже жить дальше. Сама себе там объяснила, да, что-то. Сама себе всё как бы по полочкам разложила. Вот. И вроде нормально. Но это далеко не всегда работает так. Вот. Поэтому первое моё задание вам будет такое. Вот. Список чувств. Составьте. Чувств, которые вы подавляете себе. Т.е. вообще для начала просто список чувств. Составьте просто. Вот. Что-то. Просто вот список чувств своих. Какие чувства я испытывал вообще. За сутки, например. Да. За сутки, за сутки. Прошли, да, вот. Какие чувства я испытал за это время. Вот. Что это были за чувства. Ну и так далее. И дальше. 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 Те чувства, которые вы подавили у себя. Т.е. которые вы считаете по той или иной причине, ну, проявлять нельзя. Вот. Действительно слабость. Это глупо. Это неправильно. Это... Там... Не знаю. Не знаю. Там... Смешно. Ну и так далее. Все вот примерно в таком ключе. Нужно. Нужно. Вот. Понятно. О чем... О чем... О чем... Идет речь. Вот. Что я хочу сказать. Сказать. Вот. Ну, надеюсь. 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 Надеюсь, что вы это... Вот. Поняли? Потому что это важно. Вот. Вот. Начните. С этого. Начните. Для себя. Пусть это... Пусть это будет, вот, первым вашим шагом, значит, к тому, вот, чтобы стать, ну, свободным от того, что сейчас с вами происходит. Вот. Потому что, ну, может быть. Может быть. Вам будет тяжело. Сразу. Вот. В свои эмоции уйти, да. Там. Прогрессировать. 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 Может быть, вам будет тяжело. Потому что, ну, все-таки. Там. Не каждый человек может это сделать, да. Не каждый человек способен. Уйти в регрет. Особенно, если, если он привык не регрессировать. Если он привык быть сильным. В кавычках. Вот. Вот. То есть. Ну что. Вот. Этот аспект. Обязательно. Для себя, ну, преследовать. Вот. Это важно. Вот. И, собственно. Собственно говоря. Вот. Уже. А. С этого. Ну. Можно будет. В принципе. Начать. Да. То есть. С этого можно будет. В принципе. Начать определенную работу. Вот. С вами. То есть. в чувства. А там дальше уже можно будет. Смотреть. Какие чувства. Какие чувства я себе запрещаю. Например. Выражать. Вот. Откуда я это взяла. Ну. Вообще. Откуда я это взяла. что я должен запрещать себе эти чувства. Хорошо. Какие у меня, соответственно, ну, аргументы. В эту. В пользу. Ну, в пользу. Именно в пользу. А. С того, чтобы. Возвращать. Себе. Вот. Какие у меня аргументы. А. Как бы я могла выразить. Эти чувства. Свои. Как бы я могла их реализовать. Вот. Что-то это вот. Это вот. Это вот. Это вот. Определенная работа. А. Уже. Да. Хотя бы. С чувством. Просто анализ чувств. Хотя бы. Вот. Да. Ну, просто. Просто. Чтобы. С чего-то начать. Да. Вот. Потому что, ну. Понятно, что. Так вот. Оно. Тяжело. Да. Сразу. Ну, а. Тем более, если. Э. Смерть отца. Для вас. Это очень. Драммирующий. Момент. Драммирующий. 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 Драммирующий событие. Вот. Э. А. Так что. Вот. Обязательно. Обязательно. Обязательно обо всем этом. Подумайте. Вот. Послежь. Послеживайте. Послеживайте. Свои. чувственные всплески, эмоциональные всплески, вот, последний взгляд. Я думаю, что найдёте много чего интересного, найдёте много чего нового для себя, необычного, вот, что и, собственно, будет являться ключевым, ключевым моментом в работе, потому что, ну, на эти чувства, как бы, мы будем отталкиваться, да, то есть, какие чувства, что они означают, да, какие желания за ними стоят, да, вот, ну, за чувствами, вот, чего я хочу, а чего я боюсь, а предстаюсь ли я себе, например, в том, что я боюсь, ну и так далее. Это я уже, так вот, как бы, ну, показываю, что вам нужно сделать. На этом, в принципе, всё. Значит, как с этим быть, а вот цель, цель нужная, Юлия. Как с этим быть, чтобы что? Чтобы не бояться? Подумайте. Ну, а если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения вашей ситуации. Спасибо직, не удачи. Продолжение следует...